давайте знаете как прежде всего когда мы начнем мы с вами немножко порассуждаем смотрите вообще я подняла сегодня эту тему не просто так я знаете как я начала изучать эту тему наставничества и прежде всего я обратилась именно к словарю что такое в словаре подразумевается наставник смотрите что я нашла учитель педагог воспитатель руководители сборной команды тан во флоте mentor репетитор инструктор вождь у тренер вот это и есть наставник это вообще общее понятие наставничество многие я знаю что некоторые стесняются говорить когда звонят своим консультантам здравствуйте я ваш наставник зря зря боитесь потому что наставник видите даже социуме есть такое понятие и она очень важная потому что вот например могу сказать когда я не всегда была сетевиком и было время когда я после закончила техникуму и с дипломом пришла на завод мне назначили наставника мужчину который мне показал где что лежит как работать какой есть принцип вообще у меня ввел в курс дела у меня наставлял и направлял он направлял мои действия чтобы я ничего не перепутала потому что одно дело и знания другое дело уже опыт и вот наставник это тот кто обладает опытом и каждый из вас является наставником если у вас большого опыта в млм индустрии нет это не страшно у вас есть знания первых шагов первых направлений и это наставник это гордо видите даже иногда это вождь представьте что вы вождь тогда вам будет легче ориентироваться и быть более уверенными смотрите что происходит социуме социуме обычно происходит такая ситуация сейчас я сделаю чуть покрупнее чтобы вам лучше было видно вообще в социуме в жизни существует система наставничества и она нужна для того чтобы повысить качество подготовки и квалификации персонала чтобы развить у новых сотрудников позитивное отношение к работе дать им возможность быстрее достичь рабочих показателей необходимых компании сэкономить время руководителей подразделения на обучение новых сотрудников предоставить наставником а это предоставить наставником возможность карьерного роста потому что наставник он действительно растет если он правильно помогает людям у кого к нему прикрепляют поощрять за хорошую работу признать их заслуги перед компанией что они действительно вот замечательно работали и здесь еще следует что снизится текучесть кадров уменьшив количество сотруд уменьшиться уменьшив количество сотрудников уволивших во время и сразу после испытательного срока то есть многие смотрите вы можете у себя плюсик добавить и вам будет еще больше так будет очень сильно увеличить поэтому у себя просто плюсик добавьте и вам будет покрупнее важно другое я просто знаете почему он поставила этот слайд много лет назад я воспринимала когда мне говорили бизнес фабрилик для меня это что-то было такое знаете странное непонятное я не представляла что в млм бизнес в млм ведь я уже привыкла что в сетевом в млм можно строить бизнес для меня как-то это было знаете как расхожие мнения бизнес и млм это разные какие-то понятия но когда я начала просто специально изучать и повышать свою свой уровень компетенции чтобы стать хорошим руководителем управленцем чтобы понимать что должно происходить именно в нашей структуре и вообще вот в бизнесе что должно происходить то я обучалась у простых линейщиков у тех людей которые имеют большие крупные магазины супермаркет и когда я проходила это обучение я поймала себя на мысли что они говорят о тех же вещах которые нужно делать у нас сетевом маркетинге я почувствовала это что когда они говорят объемы продаж у нас тоже на нас накладывается мотивации поощрения у нас это тоже накладывается наставничество на нас это тоже накладывается то есть получается что не имеет значения ли вы бизнес строите или вы строите работаете строите бизнес сетевом маркетинге не имеет значения бизнес он априори является бизнес есть определенные факторы которые влияют или на ваш рост или на ваше падение или на вашу стагнацию так вот наставничество оно известно и поощряется в социуме она всегда есть на любом предприятии напишите мне пожалуйста коллеги было ли у вас когда-нибудь такое что вы приходили на работу и вам назначали наставника поставьте плюсики у кого воскресательные знаки у кого такое было напишите мне пожалуйста то есть вы устроились вот татьяне назначали остальным назначали конечно то есть знаете когда вы говорите со своими консультантами вы говорите здравствуйте я ваш наставник я помогу вам достичь ваших целей поэтому не бойтесь этого слова знаете почему еще не бойтесь потому что профессия 21 века сетевой маркетинг это действительно профессия 21 века и смотрите звучит на менеджер сетевого бизнеса и она занесена в государственный реестр всех профессий то есть наставник менеджер сетевого бизнеса это практически одно и то же руководитель сетевом это наставник и руководитель это официально не поняла хорошо вот смотрите я хочу чтобы вы для себя поняли что что такое вообще профессия менеджер сетевого бизнеса во первых орден есть золотой определенный который будет вручаться во вторых с 2007 года в мире более 60 миллионов человек занятых построением сети в компании из 25 миллионов работают профессионально меняется характер и танцы преобладающих становится соперничество компетенции они готовых товаров и услуг то есть именно уровень компетенции сейчас влияет на то насколько профессионально компании и насколько компания развивается если у вас есть этот уровень компетенции ли вы его постоянно пополняете то действительно вам могут присвоить уже звание менеджер сетевого бизнеса смотрите эта деятельность многофункционально и надо уметь организовать выстраивать продвигать управлять обучать сеть продвижения результат новый образ мышления и нового качества жизни поэтому когда вы говорите о том что вы работаете или строите бизнес в сетевом и именно в барлик говорите об этом гордо когда вы звоните своим консультантам говорите здравствуйте я ваш наставник это нормальное правило это очень хороший 4 декабря день сетевика у скоро будем праздновать итак переходим дальше смотрите давайте перейдем теперь от социума именно к нашему к сетевому маркетингу это действительно вот эти перечень качеств хорошего руководителя он подходит и для работы на предприятии или бизнесе где-то но я вам зачитаю а вы делаете для себя пометки вы ставите галочку что у вас есть то что у вас присутствует не то чего бы вы хотели а то что у вас уже сейчас есть и так перечень качеств хорошего руководителя в млм индустрии хладнокровие умение общаться с людьми поощрять части членов группы в обсуждении проблем то есть нормально воспринимать воспринимаете если ваши коллеги обсуждают что есть какие-то проблемы обсуждает и качество принимает замечания но сохраняет уверенность себе выдержанно принимает и победы и поражения следующий фактор может проиграть но без чувства поражения знаете как говорят упал на колени и тут же встал следующий фактор тут же принимается за новое дело если произошло это энергичен следующий фактор компетентом спицы специфических проблемах следующий фактор умеет ясно и коротко выразить свою мысль словами сейчас еще один список посмотрим следующий фактор способен наслаждаться организацией и управлением любит хорошо поставить дело вы себе галочки ставьте что к вам присуще это вызывает расположение то есть с ним хотят общаться с ним у него хотят задать вопросы следующий видит изменения как внутри организации так и вне ее следующие принимает процессы изменения в интересах организации несет ответственность умеет продуктивно использовать свое время следующий фактор компетентность то есть что значит компетент в многих вопросах даже если в каких-то вопросах не компетентен но постоянно обрабатывать следующее достоинство то есть чувство собственного достоинства и истребление быть лучше постоянное усовершенствование следующий чувство нового и умение рисковать написала расковать риск и последняя высокая работоспособность коллеги вот смотрите вы поставили галочки пожалуйста посчитайте сколько галочек у вас получилось а мы сейчас с вами посчитаем здесь сколько было раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать одно правило перечень хорошего качество хорошего руководителя смотрите посчитайте свои цифры если у вас получилось больше половина я вас поздравляю значит ну да вам нужно над кое-чем поработать супер это вообще прекрасно двадцать прекрасно если у вас больше половина значит вы на правильном пути если у вас практически как вот у лиду галины 20 я вас поздравляю коллеги выберите тот фактор которого у вас нету и поработайте над ним если у вас меньше то есть две причины почему у вас этих качеств нету первое занижена ваша личная самооценка второе у вас нет уверенности в собственной силе собственно знаете как уверенности в себе в том что вы действительно на правильном пути и над этим нужно обязательно поработать и третье страх перед ответственностью за другие судьбы за и за других людей и страх знаете как ответ страх ответственности за то что вдруг вы скажете у человека что-то не получится вот это у вас есть то я вам рекомендую обязательно а понятно эмоциональная значит лидия это бывает да это действительно все практически сетевики они или холерики или сангвиники и они эмоциональные очень но это вырабатывать надо вот смотрите если у вас меня половина то очень важно поработать над своим уровнем личностного по ним внутреннего личностного состояния это большое количество есть роликов тренингов у нас на сайте есть личностное развитие нужно поработать над тем понять в чем причина потому что на самом деле каждый человек может быть руководителем каждый если он уверен и у него есть цель есть замечательный ролик у меня видео где можно себя определить в скайпе мне потом напишите я вам сброшу ссылочку вы себя протестируете и так коллеги двигаемся дальше 19 тоже круто это замечательно чем больше тем лучше смотрите что делает вообще руководитель наставник у него есть конечно же свои хочу точно так же у него есть свои могу и точно так живой есть надо понимаешь что это надо делать но он всегда берет золотую середину зону оптимального выбора он все время соизмеряет хочет чего он может и что нужно делать что надо делать и исходя из этого он более четко идет в правильном направлении почему вас вам включила ролик перед моим выступлением потому что там замечательную фразу он сказал что если идет объединение разных направлений то есть выработка в себе если на первоначальном этапе вам хорошо пойдет стихии вода и стихия земля вам нужна стремительность вам нужны идеи когда вы уже более устаканили и создали свою команду то о чем мы вчера говорили то вам уже нужно утихомириться немножко внутренне и уже соизмерять то есть планировать стратегировать расписывать смотреть в глубину своей структуры снаружи верхнеуровневую картинку то есть там другой процесс вначале вы же занимаетесь организацией процессов а потом как наставник вначале организуете своих консультантов людей организовать очень сложно поэтому вы организуете процессы которых в которые включаете своих консультантов а после этого уже ваша структура увеличивается и вас дублицирует вы начинаете уже руководить и этими процессами контролировать мотивировать и управлять процессами вот очень важно чтобы была именно золотая середина между что хочу могу и надо если у вас хочу большое а могу маленькая то значит нужно подумать надо выучить что-то надо попробовать что-то надо что-то сделать тогда у вас действительно намного быстрее вы станете очень профессиональным и эффективным руководителем для своей команды давайте посмотрим еще подготовьте тетрадочку и ставьте себе галочки характерные ошибки руководителя именно в сетевом это правда вот на самом деле у многих руководителей есть и в социуме но в сетевом особенно первое перенос решений на завтра то есть вы понимаете что нужно решить какую-то сложную задачу ну так вы боитесь ее решать что вы переносите это на следующий день или например нужно вы понимаете как мы вчера говорили зарегистрировать за один день 7 новых консультантов и вы понимаете боже мой страшно давай я попробую это сделать завтра то есть перенос решений на завтра это уже характерная ошибка руководителя потому что если вы в позиции наставника и у вас есть команда и у вас есть пусть она еще пока не команда просто несколько консультантов и если вы хотите чтобы вас воспринимали как наставника и как руководителя переносить решения на завтра нельзя это сразу же ошибка обычно это делают простые консультанты или простые люди которые привыкли жить одним днем сегодня так а завтра важно второй фактор вторая ошибка выполнение работ наполовину то есть сделали частично остальное перебросили на завтра или сказали я устала например у нас вот смотрите вот мне по сути вчера я проводила вебинар и ко мне на вебинар пришли не все люди кто-то не смог кто-то не захотел кто-то сказал ага будет в записи просто не пришли и по сути мне должно быть ну абсолютно все равно ну не хотят люди но это их право и у нас произошла вчера сбой записи и я вчера после вебинара до пол третьего ночи обрабатывала запись и заново все записывала для того чтобы вам сегодня дать эту ссылочку для тех для тех которые поленился для тех которые не смог для тех которые ну вот подумал ладно я посмотрю в записи вот смотрите это отношение по отношению к людям с которыми я работаю потому что я знаю если я пообещала да не за что галина это на самом деле знаете как я почему это говорю не потому что чтобы вы сказали какая она умница курячая нет просто когда обещаете что вы сделаете когда вы понимаете что ваши люди зависят по многим параметрам от вас то вы должны сделать независимо вот случилась такая ситуация ну это ваши проблемы что она случилась значит вы должны сделать что-то невозможное для того чтобы это было решено то есть выполнить работу не наполовину а полностью и вот это именно если вы выполняете наполовину значит вы не руководитель коллеги вот я прошу чтобы вы сейчас отмечали какие ошибки вам присущи тогда может быть вам поможет именно в том плане чтобы начать это видоизменять и стать настоящим руководителем и наставником следующая ошибка руководителя стремление сделать все сразу за одну минуту видели до этого была картинка но там-то я показывала что обычно руководители и наставники они компетентны в разных вопросах но можно тут картинку присоединить знаете как восьмирука нимфа все и сразу и полностью все за одну минуту и получается происходят накладки есть такие у меня есть друзья я не понимаю зачем это делать я говорю распланирую свой день сделай какие-то моменты форс-мажоры ну всякое бывает чтобы ты все успевала но вот пробует это делать это ошибка руководителя это значит не руководитель еще раз повторяю следующая ошибка стремление сделать все самому то есть недоверие к своим коллегам недоверие знаете как боязнь предоставить возможность какую-то вы знаете как мы с Дарьей и с Нелли Ваниной и с ребятами курячими с Алексеем Павлом и Максимом мы только за то чтобы у нас большое количество людей выступали спикерами мы так будем счастливы если вы будете давать темы если вы будете учиться на нас а потом запросто будете это делать но мы же постоянно ждем что вы заявитесь что вы скажете я хочу дать такую тему у нас есть несколько человек которые заявились и сказали мы хотим дать эту тему и завтра у нас будет выступать Оксана Паняева она в прошлый раз давала шикарную тему а завтра она будет давать что такое лень и как с ней бороться и это очень шикарный момент поэтому коллеги наставник должен доверять своим консультантам своим лидерам он должен доверять тем людям которые вместе с ним бизнес если вы этого не делаете если вы пробуете сделать все сами тогда получается что это ошибка руководителя значит вы плохой руководитель следующий фактор убеждение что знает все всё то есть знаете как ошибка что есть убеждения что знает все лучше всех isp что никто лучше его не сможет и никто лучше его ничего не знает То есть не задает вопросы, знаете как, я очень часто люблю говорить, например, звонить своим директорам, да, умение делегировать, правильно вы сказали, я часто звоню своим директорам и простым консультантам говорю, знаешь, я вот тутлюсь здесь, подскажи, как ты думаешь, как это лучше сделать. Для меня так важно, чтобы мне дали направление, чтобы, ну, мне отойти от своих мыслей и понять, потому что, действительно, когда одна голова, это хорошо, когда голов много, это намного лучше, это гораздо быстрее достичь можно многого. Поэтому, если у вас есть такая ошибка, поставьте себе галочку, если нет, я вас поздравляю. Следующая ошибка, неумение разграничивать функции. То есть, знаете как, сейчас объясню, недавно мне позвонил мой коллега один и говорит, Таня, еду в город, хочу встретиться со своей командой и хочу, чтобы прям вот что-то такое хорошее, качественное дать. Я ей задаю вопрос, скажи, пожалуйста, в чем твой приоритет в настоящую минуту? Она говорит, мой приоритет познакомиться с командой. Я говорю, знакомься, сходите на елочку, сходите на горочки, сходите в кино. Она говорит, ты что такое говоришь, мне нужно четко. Я говорю, хорошо, в чем приоритет твой? То есть, мы с ней дошли до определенного понимания, в чем приоритетность. Им нашли ту форму, которая максимально подойдет именно для ее ситуации. Да, мозговой штурм, это очень здорово. Вот смотрите, поэтому, когда вы какие-то, если у вас есть такая ситуация, что вы все за одну минуту и это, и это, и это, и это хотите сделать, и успеть, как говорится, 78, 7 пятниц на неделе, 78 задач за одну секунду, это очень плохо. Если вы научитесь разграничивать функционально, что по порядку, тогда вам будет легче вообще работать. Если у вас есть такая проблема, подумайте об этом, может быть, поэтому у вас есть, ну, вы не можете стать руководителем. Следующее, попытка свалить вину на других. Очень часто слышу, мои консультанты ничего не делают, они ленивы, а вот новички не делают заразы, а я вот ему пишу, а я письмо отправила, а я смс-ку ему отправила, а он вообще никак не реагирует, ему вообще все равно, и все остальное, и все такое. Да вот он виноват, коллеги, виноват не он, виноваты вы, значит, вы не нашли ту форму, вы не нашли те возможные варианты, именно сделать так, чтобы действительно, может быть, вам достаточно было сделать один маленький коротенький звонок на 5 минут, и все само собой решится. А вы этого не сделали, и вот когда, например, что-то не получается, не достигли какой-то квалификации, не зарегистрировали определенное количество новичков, не отработали новичков, или пригласили и не отработали, и вот не достиглась ситуации, и не случилось того, о чем вы мечтали. Мечтали, например, квалификацию директора, а сделали намного меньше, и вот начинает искать не руководитель, я так бы его назвала, не руководитель, начинает искать оправдание и сваливать вину, кто виноват в этом, семья, у меня дети, у меня муж, а мне вот мама запрещает, а вот я на работе, у меня много часов работы, у меня мало времени, и многое другое. Вот это не руководитель, который сваливает. Если не произошло, виноват только сам руководитель, значит он неграмотно организовал, значит он неграмотно, значит он не создал, не организовал, не вовлек, не смотивировал, он ничего не сделал, он просто разослал смс-ки с мотивацией, и все бросились, и начали делать, как он так думает. А не тут-то было. Следующий этап. Неустановление личного контакта с консультантом. Я прям это вот выделю особенно, потому что очень часто многие, я понимаю, что многие экономят денежный эквивалент свой на телефоне. Коллеги, когда вы инвестируете в сотовую связь и инвестируете грамотно, инвестируете, например, кладете денежку на скайп, кладете деньги, подключаете интернет в своем телефоне, чтобы был вайбер и ватсап. Если вы это делаете, ведь у вас не так много разговоров, мне приходится говорить, знаете как, я когда звоню кому-то, и мы разговариваем, бывает и по полчаса, и по часу. И в Сибири, и в Украину, и в Белоруссию, и в Германию, и вообще по всей России я много кому звоню. И вот из-за того, что я поставила безлимитку, которая мне помогает, я ее проконтролировала. Вначале поставила небольшую, безлимитную, посмотрела, мало, потом увеличила, то есть тариф, для того, чтобы мне было удобно говорить и не задумываться. И, кстати, я заметила потрясающий момент. Одно дело, когда я прозванивала своих новичков или своих консультантов по картотеке, это один был фактор. Когда я стала, просто кто-то мне пишет где-то какой-то вопрос, а я понимаю, что мне проще сказать, и я тут же набираю этого человека, и тут же решаю его вопрос, у меня сразу совсем по-другому началось, другие процессы стали происходить в моей структуре. Поэтому, если вы не устанавливаете личный контакт в разговоре, не звоните своим консультантам, не звоните своим новичкам, если они боятся к вам обратиться, или вы на них давите, устанавливаете личный контакт, потому что каждый человек разный. Мы вчера об этом говорили. Каждый человек личность, и очень важно с ним найти общие точки соприкосновения, присоединиться и уважать его территорию личного пространства, чтобы он уважал вашу территорию личного пространства. То есть установление контакта. Если вы этого не делаете, то будете руководителем. Напишите мне, пожалуйста, коллеги, вот на мой вопрос ответ. Что было бы, если бы, предположим, директор завода не собирал замдиректоров на планерке? Как вы думаете, напишите, что вы думаете, что бы происходило? Хаос. Конечно. Анархия бы была, потому что, вот смотрите, правильно пишите, потому что нет единой цели, нету направления, нету подсказок. А когда, например, руководитель завода или предприятия собирает замдиректоров, что он делает? Он объясняет, что вот это происходит, вот мы должны сделать вот такой план, мы должны сделать вот это, вот это. И они потом переходят в стадию, и они идут уже, например, к начальникам цеха, и уже там делают планерки. Мы сейчас с директорами отслеживаем. И вас, коллеги, мы за вами следим, за мощную скважину. Мы смотрим, кого мы наберем в ближайшее время на лицу потенциальных бизнес-партнеров. Да, мы отслеживаем и смотрим именно по действиям, кто что делает. Потому что мы планируем проводить конкретные такие планерки, где мы будем не обучать, а где мы будем планировать совместные действия, планировать определенное направление, определенные показатели, где мы будем в партнерской позиции. И поэтому от вас зависит, от ваших показателей, от того, что вы будете делать, войдете вы в эту команду или нет. Потому что обучение для бизнесменов будущих мы даем. Огромный материал, как правильно расти, мы даем и будем продолжать давать. Но именно в планерках мы будем в партнерской позиции. Поэтому добро пожаловать, делайте первые действия для того, чтобы мы видели, что мы можем вам доверять. И вы можете стать, ну знаете, как это, как на заводе, стать замдиректорами или партнерами по бизнесу. Вот этот момент я хочу вам сказать, что должно быть именно контакт. Это к этому я вела. Следующий этап. Стремление исходить, исходить в первую очередь из своих интересов и забывать о том, что есть интересы и пожелания, и цели ваших консультантов. Вот это тоже очень большая ошибка руководителя, которая может действительно привести, ну, к распаду вашей структуры. Поэтому, если вы не спрашиваете своих консультантов, а раз вы не установили контакт, чего бы они хотели, то вам нечего им предложить. Вы им предлагаете то, чего хотите вы, а им, может быть, вот этого совсем не нужно. И огромная ошибка – забывать правило «выиграл-выиграл». Потому что если выигрывают ваши консультанты, то выигрываете вы как наставник, как руководитель. Если вы это правило забываете, значит, вы плохой руководитель. И следующее – это бесконтрольность. То, что вы написали, хаос в структуре происходит. Есть еще два фактора, которые… управление какое существует. Коллеги, я не буду вас спрашивать, сколько вы… есть у вас такие ошибки или нет, но рекомендация такая – поработайте над этими показателями. Если вы отметили, что у вас есть такие ошибки, значит, вам нужно просто эти ошибки перевести в достоинство. И тогда вы станете тем наставником, за которым будут идти. Тем человеком, не который, вот знаете как, вот как марионеткой управляет своими консультантами. А ведь многие делают так. Говорят, дают конкретное задание и требуют, чтобы консультант это выполнил. А консультант начинает бежать. Знаете почему? Потому что есть, вот следующая картинка, это особенно хорошо показывает. Если применять не руководство, не управление, точнее, если применять авторитарный стиль руководства, то будут консультанты и новички разбегаться. Вы как наставник не состоитесь. Потому что руководитель и наставник немножко отличаются. Руководитель, это человек, который управляет. А наставник, он помогает. Он на первоначальном этапе помогает своему новичку, своему консультанту. Вон, видите, какая картинка прикольная. Нужно просто напрячься и все получится. Авторитарный руководитель говорит. А наши консультанты говорят, не понимаем зачем, а зачем напрячься. А у кого получится, у него получится, а нам-то какой толк, ну повезу я его, ну поедет он, а мне-то тяжело, а я-то не смогу. Другой говорит, да я вообще не хочу, вот я сейчас буду ползти, вести его, а зачем мне это надо напрягаться. А третий говорит, я не знаю правильную цель, мне куда идти, назад, вперед, куда мне идти. Вот на самом деле именно авторитарный стиль руководства, он влечет за собой, что лак, рак, лебедь и щука просто-напросто поползут в разные стороны. И ваши консультанты поползут в разные стороны, если вы не станете для них наставниками, а не просто руководителями, наставниками. Коллеги, это понятно или нет? Вы здесь, а то такая тишина. Здесь вы? Отлично, все понятно. Смотрите, давайте посмотрим, какой эффективный стиль руководства, какое эффективное наставничество, какое оно. Смотрите, я как наставник расскажу тебе, консультанту, а ты послушай, как нужно делать. Это первое. Вы рассказываете ему, что ему необходимо будет делать. Вы как наставник консультанту рассказываете вначале. После этого вы говорите, я покажу, а ты посмотри, как надо делать. Это получаете, знаете как, тренинг совместного действия. Но вначале консультант смотрит, учится, записывает за вами, как вы это делаете. Например, вы проводите бизнес-встречу. Или вы взяли его за руку и повели раздавать каталог. И вы показываете, как вы делаете. Вначале вы рассказываете или предоставляете ему видео, которое у нас есть на обучающем сети. А потом просто за руку проводите. Вы можете рассказать по телефону новичку, как сделать заказ. Но вы можете взять и через скайп показать ему, за руку провести. То есть вы покажете, как это правильно делать. Следующий этап. Давай сделаем вместе. То есть вы, после того, когда он поучился, посмотрел, два этапа получилось, или два дня вы что-то делали, вы делаете вместе. Что частично делаете вы, а что-то частично делает он. И у него уверенности появляется больше, что он вместе с вами. Как я это делаю? Я, например, говорю, давай по скайпу, давай свяжемся через показ экрана. Я его учу, как делать показ экрана. И я ставлю показ экрана. А он ставит показ экрана своего. И он уже этому научится, и он уже сможет своим наставкам, консультантам. После этого я говорю, давай зайди вот туда, нажми эту кнопочку. И он делает. То есть получается, с одной стороны, я ему показываю, словами показываю, направляю, как наставник. А он это делает. Мы делаем это совместные действия. И тогда получает, и он делает, и я. И он быстрее запоминает. У него уверенности появляется больше. Те, кто со мной через показ экрана работали, не дадут мне соврать, что мы действительно это делали. Те, кто со мной в оффлайне работал, и мы, например, раздавали каталоги, и Дарья не даст соврать, что когда она была на первоначальном этапе, совсем-совсем юный консультант, мы с ней вместе и проводили бизнес-встречи, проводили мастер-классы и многое другое. Следующий этап эффективного наставничества. Сделай сам, а я подскажу. То есть вы просто отправляете его, как говорится, во своясе, а сами просто рядышком где-то находитесь и наблюдаете. Если что-то, вы просто его поддержите. Вы просто ему подскажете потом и скажете, ты знаешь, у тебя все было прекрасно, но тебе нужно добавить вот это. И тогда у тебя будет еще лучше. После этого следующий этап. Делай сам и объясни, что и почему ты это сделал. Вот если вы пройдете вот эти этапы. Первый я расскажу. Второй я покажу. Третий делаем вместе. Четвертый. Сделай сам, я подскажу. Пятый. Делай сам и объясни, почему ты это делал. То у вас будет эффективный стиль руководства и наставничества. И когда он это повторит, то же самое со своими людьми, тогда у вас произойдет публикация. Тогда вы будете на 100% уверены, что ваши константы на самом деле знают, умеют и делают. Смотрите. Знать, уметь и делать. Знать. Я расскажу, я покажу. Это знание вы ему даете. Давай сделаем вместе это уметь. И делает он сам уметь. Знать, уметь делать. И вот когда он делает уже сам и передает точно так же этот опыт, этот путь своим консультантам, это он уже делает самостоятельно. Знать, уметь и делать, когда соединяются в единое, получается опыт, навык. Приобретается на коллеге. Если здесь понятно, поставьте плюсики, я перейду к следующему слайду. Прекрасный вопрос, Татьяна. Смотрите, какой момент. Оп. Я же не говорю, что вам нужно научить его рекрутировать пачками людей. Я же не говорю, что вы должны его научить, например, создавать большие, крупные проектные сайты и тому подобное. Вы знаете, как оформить заказ. Когда приходит к вам новичок, вы знаете, как его оформить. Вы знаете, как побеседовать с ним человеком. Вы знаете, как, где, что, какую информацию найти. Начните с малого. Вы же тоже продолжаете обучаться. Поэтому вы, например, что-то изучили, раз пришли, помните, я вам на прошлом занятии говорила, что информация работает 48 часов. Вы изучили эту информацию, взяли, собрали своих консультантов или с кем-то взяли, передали эту информацию. То есть поделились. Вы уже поделились и он уже поделится дальше. Потому что, когда вы передаете, у вас происходит более четкое осознание и вы присваиваете это. Делайте по чуть-чуть. Научились – передали. Пусть он передаст своим. Научились – передали. Пусть он передаст своим. Итак, двигайтесь дальше. Дальше. Смотрите. Только вот от вас и от ваших людей зависит остаться в зоне комфорта или найти то место, где случаются чудеса. А потому что, когда мы выходим из зоны комфорта, я понимаю, что для многих сложно, например, класть, инвестировать деньги в сотовые телефоны и платить дороже. Для многих сложно позвонить трясущимися руками, трясущимися ногами, трясущимся голосом. Ой, а вдруг он меня там кто-нибудь не так скажет. А когда они начинают одному, второму, третьему, пятому звонить, все, приобретается опыт, уже не страшно. Поэтому самое важное, первое, вам как наставникам выйти из зоны своего комфорта и начать делать то, что вы никогда не делали. Прозванивать новичков, вести за руку, проводить совместные какие-то действия, проводить какие-то совместные бизнес-встречи, создавать свои собственные группы, чаты, скайп-чаты со своей структурой. И именно не просто там писать, здравствуйте, до свидания, а именно чему-то передавать. Прошли какое-то обучение? Передали. Прошли обучение? Передали. Жевали и в рот положили, надо только проглотить. Спасибо большое, Галина, стараюсь разжевать. Поэтому вам, а вот смотрите, вы в рот кладете себе, берете и передаете своим людям. Ведь нас всего 14 здесь. Представляете, какому количеству можете это передать? Смотрите, что вам нужно сделать? А это у нас есть видео, и я поэтому просто повторю, коллеги. Первое, что самое важное, когда к вам приходят новички. Самое важное. Если вы не делали, и у вас есть структура, и вы еще этого не делали, вот именно в нашей команде я рекомендую это делать. Я даже бы, знаете как, я бы авторитарно вам сказала, вы должны это делать. Я вам не говорю. Я говорю другое. Выйдите, пожалуйста, из зоны комфорта, потому что есть место, где случаются чудеса. Если вы туда пойдете, вы получите много удовольствия. Как вчера мы проходили, то, что нужно сделать, посмотрите видео вчерашнее. И что нужно делать именно с теми людьми, которых вы пригласите. Первое. Отправить им письма. Второе. Обязательно позвонить. Это два неотъемлемых фактора, которые должны быть в комплексе с началом действий. Если не начинать действовать, не продвинешься. Правильно ли? Вот. Смотрите. Это вы можете записать. Есть три шага, как человек только зарегистрировался, новичок. Если вы со своими консультантами еще не отрабатывали это, пожалуйста, отработайте с ними, как с новичками. Шаг первый. Выслать два письма. Давайте познакомимся. Ваш наставник. У вас всех это есть. У кого нет, напишите заявку. Я вам это дам. Второе. Фаберлик акций для новичков. Ну, тут написано по 14 каталогу. По каждому каталогу я делаю письма, кому-то рассылаю, кто-то не просит, кто-то просит отправить этих два письма. Скоро, коллеги, говорю, у нас будет шикарный момент, будет автоматическая рассылка. Поэтому здесь упростится вариант. Но отправить письма нужно. Они должны знать ваш электронный адрес. Они должны знать, да, они могут написать. Шаг второй. Позвонить, познакомиться. Помню, как говорила, личный контакт. Определить формы общения, удобные для обоих. То есть определить, что должен, как ему удобнее, в какое время, через что. Может быть, через вайбер, ватсап, контакт, скайп, неважно, договоритесь с ним. Вам нужно на этот звонок буквально 10-15 минут просто познакомиться и просто, знаете как. Я, например, делаю как. Я отправляю два письма и отправляю смс-ку. Те, кто у меня получал, напишите. Есть такие люди, кто получал от меня смс, что я прислала. Я, здравствуйте, я такая-то, такая-то, я ваш наставник, вы шестящий. Вам выслано было два письма. Кто получал от меня такую смс-ку? Есть такие люди? Есть. Да, да. И после этого, вот смотрите, когда вы отправляете эту смс-ку, во-первых, вы человеку напоминаете, ему будет это найти, он не потеряет. Второе, у него остается ваш телефон. Если вы не можете в эту минуту позвонить, то, по крайней мере, вы записали телефон. Он у вас есть в телефоне. Вы обозначили, кто этот человек. И вы сможете с ним связаться в удобное время для него и в удобное время для вас. Секунду, коллеги. Горло смочу, много говорю, уже аж охрипло. Смотрите. Итак, когда вы позвонили уже, определить формы общения, удобные для обоих. Узнать, на что он пришел. Пользоваться или работать. Это очень важно, потому что если он пользоваться, это одна форма общения. Мы с вами говорили вчера о разделении целевых групп. Если работать, это другая форма общения. Здесь идет подразделение. Не буду вдаваться в подробность. У нас есть письмо, в котором попросите, кому не ссылала, как правильно звонить и как правильно распределять по целевым группам. И как правильно исходить из желаний и потребностей вашего консультанта. Следующие втором шаге. Сказать, что вы выслали письма. Пусть прочтет их полностью и даст заявку на сайт. Шаг третий. Проконтролировать, провести за руку. Нашел ли письма, прочел ли, все ли понял, подал ли заявку, зашел ли на сайты. Фаберлик на сайт, где у него пришел номер и пароль, то есть для того, чтобы сделать заказ. И зашел ли на обучающий структурный сайт. Это очень важно. Потому что если вы туда его влечете и запустите, то вам будет легче. И самое важное, ему будет легче. Он найдет много материалов, которые необходимы лично ему. Следующее в третьем шаге. Помогите правильно оформить заказ. Включите в первый шаг. Помните, мы вчера говорили, нужно включить в стартовую программу. Это раз. Сегодня я вам говорила, через показы помочь оформить заказ. Один раз он оформит, потом ему будет очень легко. Смотрите, второй этап. Примером. И рассказать, как делаете вы. Потому что у вас есть какие-то действия, и вам легко будет поделиться. Рассказать, как делаете это вы. Потому что, знаете, как лучше воспринимать истории, чем какие-то заумные вещи. Именно на истории своей очень легко, по веку, как вы это делаете. И, знаете, вот такую картинку я поставила, и прям вот ее оставила, не стала менять. Осветить пошаговый план. Расписать шаги. Показать, куда он может пойти. Что он может получить. Какие возможности, исходя из его желаний. Потому что он пришел, как в темноту. И вы являетесь тем светлячком, за которым он идет. Вначале он смотрит только на тот свет, который несете вы. Если вы несете свет, он пойдет. Если вы идете вперед, а не стоите на месте, они за вами пойдут, ваши новички. Если вы стоите на месте и не освещаете путь, то люди развернутся и уйдут к другим. Просто-напросто. Поэтому обязательно это сделайте. Смотрите, что входит в контроль и направление. Шаг первый. Присоединить к скайп-чату. Если нет, помочь создать и присоединить. Потому что многие говорят, у меня нету скайпа. Помогите ему создать скайп. Ну просто помогите, создайте. Ну не может, но создайте ему. И присоединить. Создать свой структурный скайп-чат для взаимодействия. Если у вас образовывается структурка, сделайте помимо общего свой скайп-чат. Там вы сможете общаться, поощрять, говорить, какие-то направления, какие-то вы можете даже пожурить там. Сказать, ай-яй, вот ты зачем это делаешь? То есть, знаете как, это, знаете, будет как ваше личное пространство именно вашей структуры. И тогда ваш консультант будет понимать то, что ваши консультанты, что вы руководитель. А что не вы, а не то, что вы в общей массе структуры Курячей или структуры Титовой, или структуры Ваниной, или структуры Курячего Максима или Павла. Понимаете как? Если у вас будут свои структурки, свои структурные скайп-чаты, то вы будете в позиции руководителя, потому что вы будете там управлять процессами, которые вы запустите. И вы можете такой процесс запустить, который подходит именно для вашей структуры. Шаг второй. Прописать план действий. То есть, со своим новичком, с консультантом нужно определить цели и задачи. Следующее. Прописать план действий и сроки результатов. Мы об этом вчера с вами говорили. Как это нужно делать? Следующее. Научить регистрировать и повторять ваши действия. Потому что здесь есть действительно тонкости. Есть тонкость, что нужно обязательно сделать заказ на 800 рублей, а платить только после этого откроется путь для построения структуры. То есть, есть определенные тонкости в рекрутинге, в регистрации. Поэтому нужно ему рассказать, как делаете вы. Опять на примере. Если вы это делаете и у вас это получается, пусть маленькие шажки, совсем кошечные, пусть он повторит эти ваши шажки. Он попробует, у него получится. Если не получится, вы поймете, почему у него не получается на собственном опыте. Вы, во-первых, отработаете свой метод. Во-вторых, вы его присвоите, этот метод. В-третьих, ваши консультанты начнут вас повторять и дублицировать. Шаг третий. Мотивировать и поддерживать. Потому что на самом деле новички могут падать. Падать в прямом смысле. Свалиться, например, с акций, с стартовой программы. Или вдруг положить деньги, но не нажать кнопочку и не оплачивать вас. Они просто сваливаются, потому что они не понимают, они не знают того, что знаете вы. Поэтому это очень важно. Важно рассказать об акциях компании, рассказать об акциях наставников, рассказать обо всех возможностях и преимуществах. И рассказать то, что может с ним произойти, если он то-то или то-то не сделает. Поэтому очень важно, чтобы вы делали вот эти два этапа как наставники. И для этого будет на первоначальном достаточно. А потом постепенно вы начнете двигаться. То есть первых три шага. В самом начале, о чем я вам говорила. И второе это контрольное направление. И тогда однозначно у вас будет успех. Знаете, есть такая фраза, и я нашла такую карту, я ее очень люблю. Цельтесь в луну. Даже если вы промахнетесь, вы все равно окажетесь среди звезд. Поэтому цельтесь на самое большое. Говорите своим консультантам, что вы знаете много. Если консультант вам будет доверять и будет задавать большое количество вопросов, вы быстрее этому научитесь. У вас повод будет перелопатить огромное количество материала, сделать огромное количество возможного и невозможного, обраститься к своим директорам или к своим прямым наставникам и сказать, «Ааа, что делать? Мне такой вопрос задали, а я не знаю, как ответить». У вас повод будет. Поэтому начните верить в себя. Начните верить в свои силы. Начните верить в то, что вы наставник. Потому что наставник звучит гордо, потому что наставник – это известное имя в социуме и особенно известное в сетевом маркетинге. Цельтесь в луну, ставьте амбициозные цели, и тогда однозначно у вас получится. Продолжение следует...